Добрый день, дорогие друзья! У нас недельная глава Мишпатим. Сложит помощью. Недельная глава начинается с законом того, что есть понятие еврей, который продает себя в рабство. Интересная вещь. Первым делом нужно, конечно же, обратить на это внимание, что в нашей авторе, часть из пророков, которую мы читаем после чтения Торы в синагоге, то в книге Ирмияу упомянуется то, что закон об освобождении рабов после шести лет мы получили уже при выходе из Египта. То, что Тора описывает этот закон после дарования Торы, это повторение указания, которые мы уже получили при выходе из Египта. И здесь возникает вопрос, зачем нужно было так спешить и давать закон об освобождении из рабства именно при выходе из Египта и не могли подождать до дарования Торы на горе Синай, которая произошла буквально чуть меньше двух месяцев после выхода из Египта. Отвечает на это Рафхайм Шмулевич, глава Ишевы Мир, что здесь был очень важный нюанс, который невозможно было пропустить. И в чем это заключалось? Это заключалось в том, что евреи вышли из Египта, они как раз вышли из рабства. Вот это ощущение раб, который вышел на свободу, и почувствовать, что я свободен, и у меня уже нету никого надо мной, который будет мне говорить, что делать и как себя вести, кроме чем Всевышний, это ощущение свободы, его невозможно описать. Если бы евреи не получили это указание при выходе из Египта, то, что произошло, то, что ощущение свободы, оно бы у них утихло, и когда в будущем у них будут свои рабы, и их нужно будет, придет время их освобождать, испытание освободить раба очень большое, потому что он уже привык, хозяин привык, что у него есть кто-то, кто его обхаживает, кто делает всякие дела по дому и так далее. Когда это прекращается, очень тяжело освободить. Но если евреи ощутили вот это ощущение, и при этом ощущении освобождения они получили указание освободить рабов, им намного легче было бы освободить рабов в будущем, когда они придут в Эрот-Исраиль. На эту тему есть замечательная история. Рассказывают, что Кейсар Нерон, у него были враги, которые хотели его уничтожить, и была за ним погоня, и ему пришлось спрятаться в доме своего раба. После того, как враги зашли в дом раба, обыскали весь дом, не нашли Нерона и ушли искать его дальше, то Нерон хотел отблагодарить этого раба. Ну, ты спас такому великому человеку жизнь. Конечно же, все, что угодно Нерон готов дать. Раб, к удивлению, попросил у Нерона одну просьбу. «Я очень хотел бы знать, — говорит этот раб Нерону, — как вы себя чувствовали, лежа под одеялами, когда враги щупали вот эти одеяла, чтобы найти вас под ними?» Какая наглость, вроде. Нерон приказывает сразу взять этого раба и повесить его на площади за такую просьбу. Его стража берет, отводит его в тюрьму. Через три дня со всей церемонией его приводят на площадь. Вокруг стоит много народу, и все смотрят, как будут вешать этого раба. Когда раб встал на возвышение, и петля уже висела ему, у него на шее, петля от виселицы, к нему подошел Нерон и шепнул ему на ухо. «Вот так я себя чувствовал». Я не мог ответить тебе на вопрос, который касается ощущений. Ощущения невозможно передать словами. Ощущения нужно почувствовать. Когда ты почувствовал, что такое быть секунду перед смертью, это то, что я чувствовал, когда я был под одеялами у тебя дома. И вот эти враги, которые хотели меня убить, искали меня под этими одеялами. То же самое Всевышнему было важно. Дать указания о освобождении рабов именно при том, при выходе из Египта, когда вот это ощущение освобождения, выйти на свободу, оно было со всей силы в еврейском народе. Очень интересная вещь, которую нужно здесь также затронуть, это, конечно же, параллель, как Тора относится к преступнику и как, мы знаем, в наше время, в законе, относится к вору закон. История происходила с Равьяковом Галинским и Захар Садик-Левраха. Он был очень известный, был известный, известная личность в Израиле. Он много ходил и ездил по стране и укреплял евреев в вере. И все он это делал шуточками, и анекдотики, и все так весело, и с хорошей обстановкой. Его попросили прийти в тюрьму, тюрьма Маасияу в Израиле. Тюрьма Маасияу – это самая строгая тюрьма. Там находятся самые большие преступники. И его попросили прийти туда, сказать несколько слов Торы для преступников. Когда он туда пришел, он попросил встретиться с директором тюрьмы для того, чтобы спросить его, на какую тему сказать лекцию. Но через какое-то время, когда директор освободился, он был чуть занят, и там была чуть-чуть такая задержка, директор подошел к Равину, и Равина его спрашивает, что мне сказать, на какую тему мне дать урок? Директор в тюрьме говорит, я не знаю, так зачем ты меня сюда позвал? Очень просто. У нас здесь тюрьма. Люди здесь сидят в тюрьме, отдают свой долг для общества. Это люди, которые приходят сюда и уходят отсюда большими преступниками. Им нужно здесь как-то провести это время максимально на высшем уровне, которое мы можем дать. Мне сказали, что вы говорите Дибрей Тора, слова Торы, и очень все интересно и весело и смешно. Приходите, пожалуйста. Я хотел, чтобы, может быть, вы смогли бы развеселить наших людей, которые здесь сидят. Ну хорошо, если так, Рав Галинский соглашается, и они идут в аудиторию, и по дороге директор в тюрьме его проводит, и рассказывают ему, насколько закон государства продвинут и более живой, более, так сказать, цивилизованный, что в Торе он не встречал наказание как лишение свободы, как тюрьма. В Торе есть наказание смерть, есть наказание бить плеткой, это то, что он видел в Торе, а то, что в наше время у нас человечество продвинулось, и мы уже не наказываем тело, мы просто ограничиваем свободу преступника, это так хорошо, и так далее, и так далее. На это сказал ему Рав Галинский. Скажи, пожалуйста, если ловят вора, и у него нет денег заплатить за то, что он своровал, какой у него будет приговор? Ну, конечно же, тюрьма. Ага, понятно, тюрьма. Скажи, пожалуйста, а тот, у кого своровали деньги, он получит эти деньги назад? Конечно же, нет. Вор своровал, потратил. Ну, бог с ним. Теперь он будет сидеть в тюрьме. Хорошо. А тот, у кого своровали, потерял свое имущество, никто ему его не вернет. Спрашивает Рав Галинский. Скажи, пожалуйста, если у вора есть дети, жена, семья, которую надо кормить, в то время, когда он будет в тюрьме, он не сможет идти зарабатывать для того, чтобы прокормить свою семью, кто будет это делать. Этим суд не занимается. Наша задача сделать правосудие преступникам. Тот, кто нарушил закон, тот получает наказание. Спрашивает его Рав Галинский. Скажи, пожалуйста, после того, как он отсидит в тюрьме и он выйдет на свободу, что он будет делать? Он перестанет быть преступником? Ха-ха-ха, засмеялся директор. Сюда приходят маленькие воришки, а выходят профессиональные воры. Здесь это школа для преступления, наша тюрьма. Конечно же, нет такого понятия, что человек выйдет отсюда и он перестанет воровать. Он будет воровать еще больше. Говорит ему Рав Галинский. Ну вот, посмотри, что наша Тора предлагает в случае, когда человек обворовался. Во-первых, у него есть возможность вернуть кражу и этим самым очиститься от вины и он не получит никакого наказания. Если же он не вернул кражу и его поймали, то он должен заплатить штраф в два раза больше. если он своровал 100 рублей, должен вернуть 200. Кроме этого, если он своровал корову или овечку, то и продал ее или зарезал, он должен заплатить в четыре раза больше за овечку и в пять раз больше за корову. Все это сделано для того, чтобы вор понял, что нету игрушек. Все серьезно. Воровать это очень плохо и Тора наказывает его тем, что она его штрафует. Кто получает этот штраф? Тут у кого своровали. Теперь, если вдруг оказывается, что у вора нету денег заплатить за кражу, потому что он все потратил, в таком случае его продают в рабство. Скажите, пожалуйста, кто купит в рабство вора? Кому нужен такой вор, такой раб? Поищем других людей, более приличных. Наверняка те, которые покупали таких рабов, это были люди, которые были наполнены ощущением исправить человечество, направить людей на правильный путь. Когда такой человек покупает вора себе, он занимается тем, чтобы показать ему, что можно жить лучше. Не обязательно воровать. Когда он находится у хозяина в доме, хозяин обязан дать все самое лучшее рабу. Если у них есть одна подушка, он дает эту подушку рабу. Если есть одна кровать рабу. Если есть один кусок мяса, он дает его рабу, а сам кушает макароны с рисом. Потому что раб должен почувствовать хорошо у своего хозяина. Кроме этого, тот, кто купил раба, обязан прокормить семью вора, пока вор находится у него в рабстве. после того, как вор выходит на свободу, он обязан дать ему какие-то деньги, какое-то имущество, для того, чтобы он смог начать новую жизнь. Тогда есть шанс, что этот человек исправит свои поступки. Он перестанет воровать. У него будет надежда на новую жизнь. Он видел, как можно жить. он находился в доме у такого праведного человека, который был готов с такой отдачей сделать такие усилия для того, чтобы показать преступнику, как надо себя вести. Такой вор наверняка перестанет воровать после того, как он выйдет на свободу. директор тюрьмы был удивлен. Он был в восторге от этой параллели, которую сделал Равгалинский. И после этого урока, который Равгалинский дал в тюрьме, он устроил программу учения Торы для преступников внутри стен тюрьмы. Приезжали студенты Торы и учились на парах и больше учили Тору вместе с преступниками. Самое главное и самое интересное, что все те, которые участвовали в этой программе, никто из этих преступников не вернулся больше к преступлению. Они начали новую жизнь по закону так, как нужно. Это наша Тора. Всего хорошего. Удачи!